Сейчас я вам расскажу, как российского человека вогнать в состояние кризиса. Делается все очень просто. Рушатся банки и девальвируется рубль. Что человек делает? Рушатся банки, понятно, да? 700 рублей вы получите, 700 тысяч рублей, если вы физлицом. А если у вас другой счет и в этом банке, то вы ничего не получите. До свидания, ИПшники, ООшники и все остальные. До свидос. Хорошая штука банк, да? Банков в городе много. И еще новый банк завалился. Мастер-банк грохнулся. Теперь еще и мой банк туда же отправился. Я думаю, что эта ситуация будет везде и всюду, потому что банки, они хороши. Вы открываете их, люди туда денежки носят, а потом внезапно так оказывается. Если хорошо, что в этом банке вы получите кредит на ипотеку, или еще на машину, то возможно, может быть, еще и вам не удастся денежки ему дать. Но не в том суть-то дела. То есть понятно, что банки это не очень хорошо. Девальвация рубля. Вообще супер, да? Я вот смотрю за свою жизнь, да, вот как только у меня закончился процесс обучения в школе, да, рубль девальвировался и очень много раз. И вообще, то есть я, когда школу заканчивал, рубль стоил вообще 65 копеек. Сколько сейчас рубль стоит? Думаю, что 65 рублей будет стоить. Вот. То есть вот как-то так получается. А вот кредитный потребительский оператив, Гранд Капитал Кредит, он вообще, ему Центробанк и все остальное абсолютно фиолетово, да? Сейчас объясню ситуацию. То есть вы сюда приходите, заключаете нормальный договор, да? Вот эти вот самые проценты, которые я вам сейчас показывать не буду. Вот они, пожалуйста, вклады от 23 до 26%. Вот кредитный потребительский оператив работает с вашими деньгами, естественно, это дело им и платит. Вот. То есть вы понимать должны, кто вас не швырнет. Швырнут банки, а кредитный потребительский оператив вас не швырнет. Потому что кредитный потребительский оператив, Гранд Капитал Кредит, расположенный здесь, на улице Труда 21, это вот такая штука. Как-то странно получается. Странным, но очевидным образом в магнитку потянулись те, кто очень хочет вас избавить от денег. Город-то растет и развивается. Город вместе с приезжими плавненько движется к миллионнику. То есть деньги есть, их нужно забрать. Но давайте так. Деньги есть, значит есть и мозги. А отдавать деньги в типа банк, типа спонсирующий Олимпиаду и дающий вам в раз в год, всего 4% это глупо. Это я про самый крутой банк со 150-летней историей. Был-то время, да у меня и осталось, когда я для суда объяснял, что Мегабанк Россия это не национальное достояние. И организовался он в 1992 году. Еще веселее было с последней поездкой. Ну про мастер-банк то вы слышали. Банк другой еще не снял терминалы в Домодедово и Шерементьево. Да и кстати, раз вы очень умные, большие деньги ЭПшников это в доллары. А те, что выше, в нормальные потребительские кооперативы. Как к примеру, кредитный потребительский кооператив Гранд Капитал Кредит. Например, как вам, клевенько, да? А я бы вам еще лучше показал, но у меня эфир небольшой, понимаете? Поэтому сюжетики такие 5-7 минут. Если вы захотите сюжеты посмотреть, это вот на ютюбе. Пожалуйста, там вбивайте, так Алексей Челейкин. Либо Алексей Челейкин по-английски. Вот, смотрите меня и понимаете, что такое история города Магнитогорска. А я туда немало сюжетов отправил. Вот, и там в большем характеристиках и в большем понятии я вам все это дело объясняю. Вот, что же касается деятельности кредитного потребительского кооператива Гранд Капитал Кредит. Но я, в принципе, все вам в этом сюжете объяснил. Вот, что здесь никто вас не швыряет, что вы четко получаете денежки. Вот, и вам бы я с большим удовольствием пообещал бы прийти сюда, на улицу Труда 21, чтобы вот здесь вот оформить свой договор и получать деньги нормально. И вам будет абсолютно фиолетово до того, что творится с банками, до того, что творится с этим непонятным курсом доллара. Потому что это работает для вас. Здесь работают нормальные магнитогорские товарищи.